привет ребята стримаши это исследователь это выпуск новостей истинные новости 8 ноября 2018 года давно и не делал новостей поскольку не хочется повторяться там одно и то же какие-то врезались друг друга один пререзал другого кто-то там в батле каком-то победил несущественные события я лично для себя бы чем что считал бы существенным событием например смену системы в стране даже не президента там путина навального а системы но эти бандиты депутаты они не хотят менять систему все это им выгодно и специально они сейчас делают план как сохранить систему там может быть преемник какого-то запихнуть но у них возникли проблемы потому что ну потому что основное я считаю что в стране это конечно территория но территорию над чем-то заселить пропагандой они сделали людей сумасшедших безумных и дать уже с такими людьми никакое общество нормально не построишь даже если да денег людям все равно они останутся злые плохо себя будет вести друг друга грабить убивать тут я не знаю как общество поправлять но поправить но как систему систему взаимоотношений другую ввести не уголовная вот это мусор как бы вранье другую то есть так это понятно примерно что делать но никто это делать не собирается я уже не за народ ни в коем случае за какую-то маленькую прогрессивную часть которая меньше одного процента как я понимаю я не считаю себя каким-то мега хорошим что все вот такие отвратные а я какой-то идеальный нет я обычный просто я стараюсь сильно не деградировать с обществом как-то держаться и вот и все мое отличие потому что в интернет все соревнуются ты плохой хороший я ну какой-то средненький наверно и да и вообще не важно какой я что меня у меня никуда не надо ставить не президентом не каким-то еще начальником просто расследование очередное расследование исследования часто в стримах еще спрашивают как жизнь плохая хорошая и один говорит хорошая другая плохая ну тут же элементарно происходит почему один говорит так другой так у одного проблемы его не коснулись него какие-то есть средства там еда муж он не сильно богатый у него и запросов особых нету ну и в общем он ничего не замечает вокруг себя дальше метра я периодически общаюсь с разными людьми но не с мега богачами конечно но ходил здесь такой дорогой дом где квартиры стоят от 6 до 12 миллионов двухкомнатные сисена это не самые маленькие не самые большие то есть это дорого 100 200 тысяч долларов там такой новый дом недавно построили машины такие по моему я в темноту ходил как обычно такие дорогие но как я посчитал этого застройщика триумф парк называется так дома там 5 чередей застройщик мир как он там компания уже в мир land израильский бизнесмен который насобирал кучу денег около миллиарда все неудачно как-то на вкладывал в какие-то бизнес-проекты россии эти магазины и вот это вот но не магазина этот торговый центр вот это вот где куча магазинов которые фактически я уже часто и не хожу давно что там делать то есть был в таком как сказать в доме новеньком посмотрел как живут люди обеспеченные но в этих домах как я почитал тоже там они не покупают они в кредит берут под огромные там проценты но я покажу в общем это все то есть я представляю кто-то мега бедно живет у него там проводка которая 50 лет как была проведена алюминиевая кто-то в таком новом доме с лифтами а вспомнил лифты там европейский крепс крик рез или крепс там действительно такие потише такие лифты хорошие ну наверно не самые дорогие я не знаю точно такие даже которые не во всех новостройках есть а я чё пошел туда ну просто вентилятор покупать мужик где-то сработает или достал то ли продавал для вентилятора купил у него подешевле ну вот они квартиры покупают за 200 тысяч долларов но потом еще вентиляторы продают может где-то стащил там мужик не знаю что за вентиляторы у него были то есть ничего такого сложного нету как бы с разных точек зрения посмотреть на то что происходит но в любом случае даже если вот беднота либо вот эти обеспеченные люди но это не самый богат самый богатый на крестовском острове там отдельные дома низкоэтажные квартиры все два три этажа вот это вот там богачи живут я видел какие дома издалека ну только я не попадал и они не продают на вентиляторы или какие-то проводки может кто-то будет продавать тогда и схожу то есть можно так объективно смотреть с разных точек зрения и все равно в любом случае все очень плохо объекты строить совершенно не нужны людей сраные сране на воды стадион небоскреб этот лахта центр который по моему стоил 2 миллиарда долларов а я посмотрел здесь бюджет инвестиционный проект всего города петербурга невограда но не нравится мне петербург называть кто не знает и потому что не считаю эти вот личности важные цари там всякие все это в прошлом то мы будем называть невоград ленинград петроград потом еще на навальноград нет уж все это должно уже выйти это барахло с царишками погаными вот и я почитал фактически но очень интересно читать по что я и так вижу постоянно трубы прорывает здесь кругом сейчас они залезли менять эту старую трубу на новую я подозреваю что они делали с нарушениями технологий ну я сам видел как в холод мороз сваривали наверняка швы разлили летятся поэтому ну не порадоваться нечему порадоваться даже ремонтом этим плохо конечно старые трубы но то что они влепили новую там я не уверен в качестве и опять же все это в сто раз дороже стоит вода которую ну невозможно оплачивать люди экономят боятся мыться это все нищета кругом нищета на всю страну поработила даже те которые я сказал и может новых домах сидят все равно они там каких-то кредитах сидят поэтому ну как ни крути все плохо а кому хорошо но кто какой-то не нечестными какими-то делами занимается думаю так так конечно если куча есть где этот алкоголь народ спивается кто-то же на этом зарабатывает ломбарды лига ставок там в день миллион рублей там люди полы получают какое-то слово придумать назвал бы это бизнеса вообще все это отжимают может быть так нечестно этот весь бизнес ну вот я почитал про бюджет петербурга и не буду долго зачитывать я сказал в основном здесь написано 88 90 миллиардов рублей ну что это такое это как один дом вот этого газпрома лахта центр то есть фактически ничего но несколько станций метро построили около стадиона вот этого зенит арена и дерьмо это вот там там народ то особо нету и этот объект футбол мне он не нужен и даже тем которым людям он нужен он просто используется для манипулирования чтобы человек в куче был и не понимал что страна подыхает что режим фашистский для этого вот используется футбол поэтому это ни в чемные объекты не хватает нормальных нужных объектов поликлиник простых там районных каких-нибудь все это не строится и не будет строиться то что строится все кривое косое все эти садики протекающие жаловаться некуда ну я в общем то все в своих роликах описывал поэтому и не хочу повторяться примерно одно и то же ничего нового особо пока я не заметил если что-то положительное я заметил я конечно описал но вот интернет вот появился неограниченный можно купить сим-карту правда с проблем поэтому я замечаю что-то положительное но столько хлама вообще погружается в хаос говно в эту в тюряшка везде в школе тюряшки в садике я не хожу не в школу не в садике но знаю что там происходит садик тут рядом есть там строят детей маленьких издеваются над ними и ничего фактически не сделать потому что ну что сделаешь то есть какая-то часть людей понимает но власти бандиты и пока они всем вертят ну я не завидую бандитам говорят вот ты бы сам стал там те денег дай ты стал там людей бить и грабить и все его всех бы забыл ну я и часто не то чтобы там переживаю обо всем но просто невыгодно жить даже в золотом доме а вокруг там все люди несчастные надо с людьми пообщаться и все идиоты там пропагандой мозги выше блин например а мне-то тоже я стал миллиардером например и мне же надо каких-то там стримах посидеть с людьми поговорить а там все одурманенные там сидят которым нужно войну футбол не часть какая-то решилась бы вопросов но не думаю чтобы я я там сильно поменялся можно было конечно уехать отсюда но в общем ладно думаю какой был такой примерно и остался бы просто бы в другом месте сидел бы за каким другим монитором там все что поменялось бы так ну здесь вот эти проекты описываются с трудом все у них скрипит не могут достроить три станции проспект славы бухарестская к это еще последние там был купчины как она это просто нищенство там какие-то часть денег как обычно раскрадывают они делают станции нанимают каких-то уродливых художников на этой на международной при входе когда на эскалатор залазите там мозаика дерьмо как будто бомжары делали какие-то на но посмотрите вот нормальную мозаику и это я не буду даже показывать если надо найдете метро они могут достроить что-то там перетаскивают туда-сюда как обычно все фирмы эти которые контрактные это какие-то чинуши там сами создают или своими знакомым то есть это все естественно тогда становится дорогим и неэффективным трава и я видел ну не правда не здесь около ладожской такие типа новые но пути старые пути кривые когда трава не может быстро ехать пути болтаются кривые ну и так вот в каждом каждом варианте поэтому эти которые говорят хорошо люди но не слепцы просто ну идите посмотрите если трамвай новый я ехал прикольный такой трава низкий который не надо вот наверх до старые эти просто дерьмилы травой такой низи низкий там сиденья какие-то друг против друга сидят там таблички и мониторчики но пути на пути они потратили на пути надо миллиарды но миллиарды газпром все стащил себе на дом этот поэтому хорошо кучу машин что люди еще говорили в стримах кучу кучу машин ездить во первых я посмотрел повнимательнее здесь которые рядом машины до машин много но они не искал бы все такие дорогие в основном такие вот 1500 рублей наверно многие опять в кредитах и не так их и много на самом деле здесь же стоянок нету вот есть сбоку здесь новые дома там побольше они подороже а вот у меня здесь как бы такой ноут рядом дома и я так если вот посчитать надо посчитать количество квартир и вокруг сколько машин какой процент не такой огромный просто неправильное проектирование например там сотня машин стоит а в доме 1000 квартир и мало места просто там сзади есть 5050 и все они начинают тыркаться машины людям мешать на тротуаре я думаю просто плохое проектирование машины обычные такие более-менее стоят 100 там ну до миллиона максимум но это которые дома не не сильно новые так и вот эти новые дома опять же про богатство что все строится все хорошо все на машинах за миллиард ездит вот эти дома которые новые они же говно они высокие в основном 24 этажа стоят я сколько вам сказал уже дофигища от 100 до 200 тысяч долларов двухкомнатная и это самая коробчонка ну где вот куча квартир это жилье вообще это же хлам 200 тысяч купить и сидеть в коробке придурочной понятно что там светло тепло я понимаю с подвала не воняет как хрущобах но все равно это все сильно завышена поэтому и проблема с россией что покупая за большие деньги или в кредит взяв или украли их там все равно покупаешь некачественное все это некачественная среда некачественная как бы они не орали среда ну и моральное как бы общество разложилось и экологически естественно тоже сральна кругом не тоже этих мусороперерабатывающих заводов ну здесь вот статья если надо почитайте фонтанка какой там 0 что 11 до еще 17 называется деньги из-под земли бегло двигает метро по срокам и перекидывает деньги на больнице ну кратко я описал уже что ужас ужасно а в конце забыл сказать расходы очередников 788 миллионов рублей в год потратят это ужас это проблема жильем вообще никакой нет они специально искусственно создают потому что вы что они не хотят зачем им решать они свою решили проблему депутаты и все там дешевенькое какое-то жилье можно было раздать кому нужно было там все тем более все время умирают какие-то бабульки эти квартиры отходят всяким участковым этим депутатам опять же есть программа такая как бы как будто бабулькам платить деньги но там схема такая что они тратят 1300 500 потом квартиру за 5 миллионов продают естественно она я думаю никакому городу не отходит а так бы отходила бы к городу и нуждающиеся люди там залезали но нифига там вот все не так устроено ну а если полезешь я думаю там схему я описал вам как это делается как бы тайны никакой нет но если кто-то писать на ночь про это говорить квартиры мошеннические схемы то просто убьют и все поэтому никто и не будет писать даже неплохие которые газетки фонтанки ну вот такой бюджет так вот дела в невограде нищий город работают люди здесь тысяч блин не хочу про рублей 200 евро короче люди работают все за еду работают за кредиты дальше северный форт в кронштадте растащили по частям украв даже пушки я для чего это вообще вставил как бы ты часть общества смотри там чего-то растаскивает блин я здесь нет общества в россии нет общества все развалилась деформировалась бомжарник поэтому как бы кажется да надо реагировать что же там такое происходит хулиганы делают страна подохла здесь уже реагировать не на что растащили форт шел в жопу форт растащили всю всю страну растащили что фортом это а ну да тут у вас видно газета спб там можете почитать взыскивать долги за не нравится ней три буквы за услуги всякие по жилью сокращение не люблю скоро время начнут начать коллекторы что тут интересно я могу сказать то что по сути этих долгов нету потому что цена завышена в сто раз ну вот вода там горячие 100 рублей кубометр на самом деле никто же не знает и настоящей цены вам просто депутаты бандиты они же тариф устанавливают ну они вот могут врубить цену охеренную они врубили нет экономического обоснования если там они берут газ то это надо вот в котельной нагреть но ведь газ же тоже газпром бандитская шарага она что же херак рубила цену это что же цена не существует чего она вдруг она же монопольная насколько хочет и берет ну элементарные вещи даже не хочется объяснять для меня элементарно может быть кто-то не знает ну фактически объяснил то есть не существует но она завышена всегда все это вранье что там кто-то что-то недоплатил хотя конечно я бы не сказал что там с неба должно падать но я уже описывал свое видение людям я бы что сделал я бы дал какой-то минимум не хочешь не плати не покупай но минимум там 100 киловатт ну там 50 киловатт электроэнергии кубометр горячий холодный и нафиг иди ну и человек побежит на работу все равно муж не хватит кубометра а зато не будет долгов копиться также вот эти вот 18 миллиардов они же взялись вот из этой херни что как бы ты не пользуешься оплатишь и и вообще это не дома вот эти вот блочные которые 50 лет простояли они уже свое отработали их должны были снести то что они говорят ну правительство министр вот я имею да они вот это вот говно это вот государство говняное они говорят собственники за свой счет что что ты можешь за свой счет сделать я только что он сказал сколько люди зарабатывают еще безработных до хера 200 евро что ты за свой счет должен перестроить свой дом и это левый прогон либо у тебя зарплата должна быть там две тысячи евро чтобы ты мог там дом содержать вот этом на квартирный либо если ты нищий тогда их но поскольку тут все нищие значит государство должно сделать она послала нахер ну то есть вот обманули они вас понимаете ну над государство нахер послать налоги не платить естественно так ну народ пускай сдирают снова раз народа да кто не понимает а кто вот меня послушает тот хороший теперь сосновом бару тоже газета сайт пересосном бару можно оплачивать проезд автобусе по помощи телефона но это вот с помощью и на все я попробовал разок заплатил планшетом правда не телефоном прикольно да но нафиг не нужно потому что картой банковской можно она легче на меня дешевая весь 50 рублей на три года то есть получается это год 80 рублей рублей и даже банковская карта с ней можно фигачу делать ну и на все окна все саму карту в общем ну если телефон сядет то оплатить его не сможете поэтому вам всегда все равно на деньги таскать и что еще и вообще дорого ездить я не езжу ну по крайне необходимость дорого же туда-сюда сгонять по городу там 300 рублей даже опять же для работающих это дорого поэтому эти такие вот новости хорошо что можно какой-то карточкой там ну карточка есть у меня подорожник это плачу он так вот это вот оплата дорогой проезд куча транспорта все равно старого ну все про транспорт хватит так что мой мой аккаунт ну да триумф парк по которой я рассказал вам их строит прям херачат я там уже два раза проводок покупал и вентилятор но ты рассказал что как бы и в дорогом доме был посмотрел как живет богатый народ но опять же здесь в 24 этажа мир land development там израильский владелец он вложил обанкротился ну может не обанкротился может быть специально обанкротился можете почитать историю здесь вот компания мир land development 2004 году масштабные сезонные проекты они стали вкладывать в россию массы москва ярославль а также жилой комплекс тримов парк санктюрбурге зачем вкладывать если 2008 году кризис начался и он не заканчивался кстати кризис 2008 года но они там три раза облигации выпустили инвесторов видно кидали они грели блин бизнес центры народ будет носиться платить в кредиты залезет хаты на покупает и международные фонды там разводил это мужик видать все нормально вроде ушел объявился банкротом но эти которые дома на покупали будут платить кварплаты огромные там куча фондов и кстати среди вот этих фондов ротшильд какую-то вот мировое правительство там то есть когда кварплаты выплате в мировом правительство платье ну про дома я уже рассказал этот не буду рассказывать но это как к тому что как ситуации тут вот обесценились эти всякие крупные торговые центры ровно в два раза примерно то есть который 500 миллионов стоил долларов он стал стоить 300 а почему так все обесценилось потому что нет покупателей ну вы сами подумайте вот опять же вот это вот народ говорит зашибись все строится все на машинах золотых ездят торговые центры туда же ходят люди разные причем я бы сказал даже не самые бедные если там 200 евро ты не походишь которых зарплаты больше или доход блин то значит все упало и они покупают час уже эти торговые центры в два раза дешевле это не сразу и там написано что они вот вложат сейчас вместо 500 250 и надеются что вырастет а почему они решили что вырастет с чего вдруг страна расхерачена расхуячена этим путином все десерт схуячена все тупилы с футболом и банаты там с пивом ходят все друг будет рост дебилы сгенерируют рост и дегра и псевдо элита чинушинская в рост в этот в пропасть ну по-моему в пропасть все летит sky покупают торговые центры пустые коробки ну в общем не мое дело морган стелли давайте там сами вот этот бизнесмен крутой а и тут я читал вот держатели бондов мерлэнд за год и псилон ротшильд пиалы уме здесь где-то я читал как стоимость вот сколько предложили за мерлэнд там миллиардная компания долговые обязательства 225 миллионов долларов накупили облигации 180 миллионов предлагали долго в акции ну то есть стать владельцами они за вот эти 200 получат 60 скорее всего так и будет какой-то даты наверно так и будет уже может уже сделали но еще еще на 25 миллионов вот и 5 миллионов подарок инвесторам то есть вся компания получается сейчас сколько стоит 100 200 еще 100 300 миллионов 300 миллионов ну все не так инвестиции левые короче получается что-то но кто-то заработал я понимаю но так уложиться и и бизнес-центры блин откуда тут прибыль брать я не понимаю в общем ладно может им пофиг вообще у них все с неба все свалилось выпустил какие-то облигации ничего же не делал так а это вот начало самое вложит фишман не свои деньги привлеченные итоге все обанкротилась все просралась может быть 2006 году они думали что да будет ростом все хотя уже 2008 кризис начался как-то странно компания компания миллиард долларов ну здесь вот можно тоже почитать нужны некие уведомления фишман групп все надоели так что ж ну вот все что нашел я зачитал особо больше повторяться неохота дайте каждый день читать пилились машины друг друга на дороге двухполосные конечно начинают впиливаться потому что перестраиваются и впиливаются и в дождик гоняют в общем это одно и то же все тысячу лет устаешь все это повторять потому что нужна смена строя чтобы что-то поменялось коренном кроме строительстве тюляшки который стала россия да ну просто тюляшка и в пропасти она летит даже тюляшка не будет разлетится еще когда до пропасти долетит вот такие были новости кому-то хорошо все зашивись кому-то плохо но всем основном насрать друг на друга поэтому уж точно тогда дела плохо ну надеюсь стройка да не поменяется там со мной без меня что-то положительное все-таки понемножку происходит в мире в россии просто будет копировать или чё там после нее останется это в мире тоже проблема есть все эти органы оон и суббезы они не рабочие там сидят те же самые бандиты бандит на бандите гонять эти суды европейские мировые гавки оказались полный туфтой но об этом потом поговорим пока ребята стримаши истинные новости 8 ноября еще 17 год еще раз новости сделаю как информация как соберется ролики будут делать периодически когда что-то интересное замечаю всего подписывайтесь или свои канал делайте если есть чего рассказать полезного тоже тогда посмотрю на ютюбе других людей смотрю сейчас мы про криптовалюту там смотрю света стримы уже меньше стал смотреть там часто все повторяется и меня охота быть там всех победить и быть лучше всех чем занимается на стримах не охота какой-то прогрессивными делами заниматься но это очень тяжело поскольку государство давит что это очень хорошо дело за суббseat иจะ любит тебя сейчас все это все Продолжение следует...